Лишь узкий круг людей знает, что на машиностроительном факультете существует уникальное хранилище стрелкового оружия. Специалисты утверждают, что это единственная подобная коллекция стрелкового оружия среди всех технических вузов России. Образцы, собранные здесь, позволяют проследить развитие стрелкового оружия от 17 века и до наших дней, начиная с кремниевых ружей и пистолетов и заканчивая авиационными пушками. В коллекции имеются образцы как зарубежного, так и отечественного производства. То, что оружие у нас используется в учебном процессе на протяжении десятилетий Калашникова, Драгунова, Никонова, это же великое дело, понимаете как? Мы не берем там американское, изучаем американское, но сам факт, что понимаете, вот плод труда, конструкторские мысли и Калашникова, он находится в нашем учебном процессе. Схема, она как бы сказать интегральная, там все есть, газовый двигатель есть, автоматика есть, там все есть буквально. И вот тренировка студентов происходит на образцах реальных наших конструкторов, не только Калашникова, наших выпускников. Выпускники машиностроительного факультета работают практически на всех предприятиях оборонного комплекса и республики, и страны. Состав специалистов конструкторских бюро машиностроительного и механического заводов практически полностью состоит из выпускников ИЖГТУ. Что касается конструкторского отдела механического завода, то здесь мы были привилегированы, и долгое время мы выбирали, будем говорить, лучших. И у нас действительно, вот все, весь наш коллектив состоит из выпускников факультета, и, как бы сказать, и других нам не надо. Учиться на факультете всегда было не только престижно, но и крайне трудно. Студенты-машиностроители жили в казарме науки, где царил дух спартанского скетизма, где господствовали неумолимые и жесткие требования знать, уметь, быть готовым. Здесь никогда не было ни душесчипательных спасительных бесед, ни наставлений на путь истинный. Был жесткий естественный отбор. Оказался слабаком за борт. О, меня, ну, во-первых, научил учиться. Это, как бы, самое главное. Я сейчас просто работаю на заводе уже, на полставки. Это огромная база. Как бы, я просто не представляю, насколько много я знаю. Мне очень нравится здесь учиться, потому что не только вот состав преподавателей очень хороший, они очень, ну, достойно преподают свои предметы. Мне еще не только вот это нравится, а коллектив, все ребята, с которыми я здесь познакомилась, потому что очень дружная компания сложилась, все всегда друг другу помогают. Специальность. Очень вот мне понравились, понравилось ракетостроение. У меня такая специальность. И я, как бы, сразу заявление подавал с расчета на то, что я буду там строить ракеты. Умные люди, умные студенты, все. Интересно общаться. Интересно учиться с умными людьми. В первую очередь, сохранены традиции, дух машиностроительного факультета. Сохранен кадровый потенциал. У нас сегодня на факультете работают 22 доктора наук и 35 кандидатов наук. Это ведущий в этом смысле факультет в университете. В определенном смысле сохранены связи с промышленными предприятиями. Может быть, не так много стало исследовательских работ, договорных работ, но, тем не менее, научные работы выполняются, и научный потенциал у нас достаточно. Но это все прошлое и настоящее машиностроительного факультета. А каково же его будущее? Для Ижевска, где сосредоточено оружейное производство, и для Удмуртии машиностроительный факультет – это неотъемлемая составная часть оборонного комплекса производства. Поэтому, пока существуют эти предприятия, машиностроительный будет жить. И я думаю, что он будет развиваться даже в свете последних решений правительства Российской Федерации о том, что Ижевск был и остается ведущим оружейным центром страны. Последние дни весны во дворце студентов «Интеграл» прошел сольный концерт студентки пятого курса технического университета. Солистки биг-бенда ИжГТУ – Весный Ковалевич. Организаторы анонсировали его как «блюз весны» или «блюз весны», но это как кому больше нравится. Однако многочисленные поклонники джазового искусства были единодушны. Понравилось всем без исключения. В программу концерта вошли классические и современные джазовые композиции из репертуара Эллы Фиджеральд, Натали Кул, Рея Чарльза, Антонио Карлоса Жабима и Нино Катамадзе. В ходе двухчасового джазового марафона Весну Ковалевич надежно сопровождал родной коллектив Биг Бенд ИжГТУ, а также друзья и ценители таланта молодой солистки Трио Кингсбек, Элвин Джаз и Дикси группа Интеграл Бенд. Уже в конце первого отделения первого сольного концерта «Весны Ковалевич» стало ясно, что праздник джазовой музыки удался. Хотя руководитель Биг Бенд ИжГТУ был все еще мрачен и сдержан в оценках. Оркестр, он в неплохой форме, в лучшей форме, чем я ожидал, поэтому я думаю, что можно 4 балла поставить. А солистки? 4 с плюсом. Впрочем, в устах скептика Елисеева эти слова прозвучали как высшая похвала. А вот в антракте в гримерной солистке своего ликования не скрывали. Я просто в восторге. На самом деле я очень волновалась вчера вечером, у меня был вообще мандраж. Сегодня утром я встала, я не понимаю, что происходит. Вроде бы сегодня уже концерт, а я в такой какой-то эйфории, что-то будет вечером, ну что непонятно. И когда сегодня вышел на сцену, столько зрителей, я на самом деле не ожидала, что столько будет людей. И мне вот эта уже энергия зарядила меня, и ребята такие, и дирижер весь, и вообще все клево. В конце второго отделения состоялся еще один дебют. Впервые Весна Ковалевич вышла на сцену и сыграла соло на саксофоне. Вопреки многочисленным скептическим прогнозам, дебют солистки состоялся. И был полный аншлаг, и были продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. И, конечно же, были букеты цветов и многочисленные теплые поздравления. Мы перевернули последнюю музыкальную страницу тележурнала «Студенческая 7». И прощаемся с вами до следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!